Фактически вся немецкая и западноевропейская пресса, ну и частично восточноевропейская пресса, в своих передавицах сейчас пишет о том, что нужно на Россию давить, нужно военным путем останавливать Путина в Украине, нужно наращивать оружие в той же самой Украине. Это партия войны. Пресса, ваши коллеги здесь, или мои коллеги, стали, это ужасно, стали фактически партией войны. И вот они будоражат постоянно дутьям. Ушла сейчас тема, возможно, там, не знаю, конфликта между Россией и Украиной. Но сейчас ведут переговоры, все понимают, что не будет войны сегодня, в всяком случае, в Украине. Я думаю, вообще не будет. На новую тему находят вот именно энергетическую тему. Всем ясно, все эксперты выступали здесь, главные эксперты, политики, всякие, те, кто разбирается, компании, которые торгуют газом. Как господин Симонов сейчас все правильно объяснил, они не в претензиях на «Газпром», не в претензиях в отношении России. И они говорят, все идет, все понятно, почему это происходит. А вот определенные силы здесь, к ним я отношусь, конечно, и средства массовой информации, экспертное сообщество, вот они не могут остановиться. Вот они должны опять придумать новые атаки на Россию. Конечно, за этим стоят и американцы, которые вот-вот сейчас объясняют, я вот как раз читаю сводки новостей, что вот мы будем сейчас поставлять газ, жиженый газ в Европу, если Россия не будет поставлять. Какой? Как? Что? Каким объемом? Россия поставляет. В чем тут дело? Кстати, даже Габриэль, бывший министр иностранных дел, говорит, что мы должны отказаться от российских энергоносителей, если Россия начнет там давить на Украину. А о чем он говорит? А где ты там будем покупать? Здесь думают другое. У России там атомные ракеты, а у нас финансовый механизм. Отключим Россию от финансовых потоков во всем мире. Не будет там больше действовать банковская система, она ручится, и народ восстанет. И мы получим то, что мы хотим. Вот так люди думают. Это очень серьезно. То есть они совсем не понимают Россию? Нет. Нет, и не понимали ее в 12-м году, в 1812 году, в 1941 году не понимали. И сейчас не понимают. Когда это им объясняют, что они становятся агрессивными на этот счет. И говорят, что так не может быть, мы же знаем все. Не может быть. У нас действительно сильная экономика. У нас рычаги есть, и за нами Америка. А то, что Америка сама не пошлет ни одного солдата, чтобы воевать в Украине, и НАТО не будет посылать, это же тоже всем очевидно. Но хотят запугать, хотят энергетическими рычагами.